Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 448. События дня. 2 Коринфянам 3.17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. 4.03.2017 год. Ну и вот об утренней молитве Сергей Пупков дает объявление. Просчитайте. Я задерживаю. Это дальше. Задерживаю. И можете тут все записать и присоединиться к нему. То есть мы молимся каждое утро. Опять прочитайте. И то, что хотим сказать. Вот есть такой ролик у нас, так как называется. Вот смотрите, проповедник, стихотворение Роговой, где оно находится, о нем отзывы. Там главное даже не сам ролик, а комментарий. Я много комментариев там дал из своей литературы. Ну и самый полный материал на все посты, на все дни года. Вот для святых постах. Вот как оно выглядит. И к истинному правоста. Это на форуме, а это с сайта. Так. Игнатий Лапкин. Спасибо. Никогда не нужно говорить. А замените и повторяйте. Везде и всюду говорите так. Спасибо, Христос. Подожди-ка, придется пересчитать. Я опять забыл. Что не говорите-то мне. Подсоединить их надо. Мы сейчас события дня рассчитываем за прошедший день. Ну, вчера заходят разные люди. Что я отвечал? Она говорит, спасибо. Я отвечаю. Спасибо. Никогда не нужно говорить. А замените и повторяйте везде и всюду. И говорите так. Спаси, Христос. Спаси, Христос. Далее. А другая душа написала такое. Ну, вот вы сказали в беседе с отцом Наумом Борщуковым, со священником Грузии, евреем, мой крестник. Вы сказали, что ученики не знали, что Христос, ну, именно Мессия и прочее, что Он Второй Рисотроицы. Не знали. Я все места уже доказал. Говорит, ну, а как же Он Сын Божий называется? Я на это отвечаю. Сынов Божиих было много, и потому именование Иисуса Сына Божиим им вовсе не говорило, что Он есть именно Тот, Мессия, и тем более Бога. И дальше из Слова Божия. Бытие 6.2. Тогда Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Видите как? Сыны Божии. Сколько их, даже не говорится, но я, может, не один. Дальше. Псалом 28.1. Псалом Давида. Воздайте Господу Сыны Божии. Воздайте Господу славу и честь. Это говорит к израильтяну. Второе место. Дальше. Псалом 88.7. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Дальше. Матфея 5.9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Да мы сыны Божии. Каждый может сказать, я сын Божий, я дочь Божия. Мы так и называем сын, как отче наш. Если он отец, то я кто ему буду? И далее. Лука 20.36. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам. И суть сыны Божией, будучи сынами воскресения. Это сколько у нас уже получилось? 2, 2, 3, 4, 5. Шестой. Римляна 8.14. Ибо все, вводимые духом Божиим, суть сыны Божия. Шесть. Премудрость Соломона 2.18. Ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. То есть это даже враги знают, что он сын Божий. Семь. Премудрость Соломона 5.5. Как же он причислен к сынам Божиим и жребию со святыми? Восемь. Премудрость Соломона 8.13. Восемнадцать. Премудрость Соломона 18.13. И не уверившие ничему ради чародейства при погублении первенцев признали, что этот народ есть сын Божий. Даже весь народ еврейский называется сыном Божьим. Вообще удивительно, какое слово есть. Девять, да? Девять раз только я взял. Ну, может быть, еще где-то есть. Не знаю. Дальше. А то, что Иисус их упрекал за неверие уже и после воскресения своего из мертвых, как раз и говорит не в пользу веры его учеников. Марка 16.14. Наконец явился самим Одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Не поверили. Они ждали другого. Значит, что? Значит, с этой мыслью о нем они и ходили с ним, и никак уж своего мнения не пересмотрели после его смерти за три дня. Лука 19.11. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был изблизи Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. А что они имели в виду Царствие Божие? Покажут сейчас. Лука 24.21. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Надеялись, думали. Они думали, что оставоводить страну от захватчиков, они будут министрами. Дальше. Стих 45. Тогда отверзим ум к уразумению Писаний. Вот когда. Он говорит, о чем Дух Святой придет и напомнит, и расскажет. Они все забывали. А они по-земному понимали. И за кого вы считаете? За пророка народ считал его. Народ не сказал, а вы за кого? Все молчат. И тогда Бог отверз. Он сказал Петр-то. И что? А потом отрекся. Так, Игнатий Лапкин. Трудно мне передать вам свою радость, когда люди серьезно относятся к своему спасению и стремятся к истинному и разумению Святой Библии. Да, вот это, вот это, вот это, вот это. Ваши вопросы как раз из этой чудесной повести. Они как небесный орган музыки звучит в моем сердце. Я так рад поделиться сокровищем, которое открыто, Сыном Божиим, Иисусом Христом, Сыном Божиим. Дальше. Сергей Игнатов. Спаси Христос, Игнатий Тихонович, и твоему подающему надежду, но иногда падающему по молодости помощнику Никите, за православные содержательные рассказы во свете Святой Библии. Ваш недостойный 57-летний ученик Сергий Игнатов, прихожанин Святого Тихоновского прихода в городе Угледаре Донецкой области. Много талантливых православных проповедников, которые благовествуют радость жизни во Христе. Но почему-то учусь у Господа через тебя, Игнатий Тихонович, и скорблю, когда кто-то по своему неразумию огорчает тебя. Вот видишь, какие люди с Украины, никогда не встречались, а может, когда-то и встретимся. Бог так расположил сердце. У нас из Белоруссии приезжали в прошлом году, крестились люди. И хороших людей Бог везде находит. Игнатий Лапкин. Они судили по-плоцки и вопрошали только об Израиле, как родине и об Иерусалиме. Это к первому вопросу возвращаюсь. Как столица, откуда Иисус изгонит захватчиков и воцарится, а они будут министрами слева и справа от Него сидеть. Министрами, министрами. Они вопрошали у Него только о восстановлении независимости Царства Израилевым. Они не разумели, ибо не было еще Духа Святого на них в полноте. Деяние 1.6. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? Ну а к какому? Здесь совсем речи не идет ни о чем. Царство Израилю? Прямо. Иоанна 14.26. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Моем, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Вот он придет, утешитель, в день Пятьдесятницы. И чему? Научит всему и напомнит. То есть они теряли из памяти, что Я говорил вам. Лука 17.21. И не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. Вот это надо помнить. Конкретно, определенно, четко. А они думали, ну как обыкновенная война будет, и вдруг он на мирном животном, на осле едет. Ну и дальше мы показываем, у нас ресурсы какие. Мой мир, мой мир, очень люблю я его, Mail.ru. Был он вообще непревзойденный. Ни ВКонтакте, ни в Твиттере, ни в Фейсбуке, нигде этой возможности не было. Одновременно, за раз, там кнопки три, переключишь только, и десять тысяч человек могли получать послание по пять тысяч знаков. Это ни у кого не было. Но потом это убрали, поставили люди пакости делать. Вот, и одновременно, десять тысяч могут получить от меня двенадцать фотографий. Только послал и опять посылай. Сейчас все это уменьшили, даже вот совершенно все обрезали, и все равно он лучше. Я не знаю, у меня там модератор, администрация, знакомая работа, это и в Фейсбуке. Я вообще туда не захожу. И в Твиттере посмотрел сейчас, все новые ролики туда выставляются, почему-то в двух экземплярах. Еще у нас богатый, это форум, православный форум Игнатия Лапкина. Тысяча шестьсот две темы, огромные темы. Материал очень большой, очень большой. Ну и показать, что у нас есть еще. Это видеоканал наш. Вот он, видеоканал православный. Даже не знаем, сколько роликов, но шесть тысяч, наверное, уже семьсот роликов. У нас очень богатый материал. Вот вчера мы выставили, с Сергеем побеседовали. Три часа назад уже сто тридцать четыре человека пришло. Для нас это нормально, посещаемость. Вот. И во свете Библии православный библейский сайт. Мы сейчас как раз переходим на пятьдесятый здесь пакет, или как назвать, папка о старообрядцах. Вот сейчас мы будем узнавать, что тут есть. Какие вопросы мне задавали. Вопросы задавали в университетах, в школах, в милиции, где я вел занятия. Вот видишь, раз если полная страница, надо переключать. Сейчас я его увеличиваю до двадцатого шрифта. И дальше будем насчитывать. И вы можете услышать. Поехали. Вопрос 1268, четвертый том открытым оком. Моя знакомая женщина на работе оказалась старообрядкой, и она очень нахваливает свою веру, но священников у них нет. Что это за вера, и почему они так уверены, что у них все правильно? Ведь я должен это знать. Ответ. Только потому, что у них вообще нет Библии. А когда нет светильника, то все в темноте выглядят красавицами. Лука 11, 36. Если же тело свое, то если тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. 2 Петра 1, 19. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и хорошо вы делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот в этом случае она полностью права. То есть она там родилась, она с детства все домашнее усвоила, и завет матери хранит. А мать, умирая, наказала ей. Ты, доченька, своей вере не изменяй. На земле 77 вер, а Бог один. Верь так же, как верила я и мой отец. А тому свой отец передал. Молиться только по нашим старинным книгам, и чтобы муж у тебя был тоже своей веры. Такое мое материнское тебе благословение, а иначе счастья тебе не будет. Представьте, что эта девочка родилась бы в мусульманской семье, или маленькая была бы выкрадена цыганами. При такой ее жизненной установке, верить, что кто как заповедала ей мать, она могла бы быть такой же твердой кришнаиткой, или иудейкой. Я иногда смотрю в окно, вижу такую картину. Ходит расщуфыренный индюк, рядом с ним индюшки, индюшата. И рядом с ними и среди них ходит белый молодой петушок, и такая же молоденькая серая курочка, цыплята нынешнего выводка. Оказалось, что хозяйка Люба Минаева к индюкам подложила два куриных яйца. И вот теперь эти приемыши совершенно забыли, кто они. Индюки очень далеко уходят за деревню, и с ними всегда эта приемная парочка. Парочка. Парочка, да. Ну что, слова-то как-то звучали, щетко давай. У индюков другой распоряд огня, чем у куриц. Но эти двое, куриные породы, вместе с приемными родителями, правоверными индюками, взлетают спать или высоко на дерево, или на высоченный соломокопнитель. Более того, когда индюки подошли к сеновалу, а там много ровесников петушка, и те попытались подойти к нему, индюшки с криком бросились на них, готовы уничтожить. Как будут жить дальше? Как будут жить дальше? Эти индюшата, они не думают, но они на 100% уверены, что их папа индюк самый правильный, а мама индюшка научит всему, что потребуется в жизни. Если бы у этой безмозглой птицы были мозги, то они посмотрели бы на свое изначальное происхождение, а потом прочитали бы, кем они должны быть, и как им нужно жить. Но они и питаются точно так же, как их мама индюшка, и даже хвост распушила молотка по индюшиному. Это так забавно смотреть. Люди, которые хвалят свою веру, не имея в руках Библии, могли бы оказаться в любом гнезде, в любой вере, и точно так же, куда-то колебы. У нас у старосты получилось так, что маленький ягненок и теленок, они вместе родились и были вместе, и он с овечками никак не хочет пастись, а один пастется в коровьем стадии, куда коровы, и он с ними начинает идти туда. Он думает, что он бычок. Вот так, по вере. Верит ли она полностью написанным в этих книгах с кожаным переплетом и с деревянными корочками? Похвалите, как хорошо издана книга, и посмотрите, где она издана. Спешить не следует, попросите эту книгу. Но она вряд ли вам ее даст вынести из дома. Мать связала ее с счастьем, с ее верой и с ее книгами. Попытайтесь поближе сойти с нею, и вы начните читать у ней на дому эту книгу. Что это за книга, я не знаю, поэтому даю только общий совет. Слава Иисусу Христу! Если это богослужебная книга, а обычно у них только такие, то это будет наилучшим вариантом. Вы сразу же найдете, найдите, найдете. Найдете. Красным написано Иерей глаголит. Спросите, кто такой Иерей. Как правило, держатели этих книг совершенно ничего не соображают в своих книгах. Тупость индюков. Теперь все зависит от вас, вашего искусства и помощи Божьей. Торопиться абсолютно не нужно. Потратьте даже несколько дней, чтобы убедить вашу знакомую староверку, что книга это очень хорошая и правильная, но ее нужно правильно понимать. Как правило, у таких мирское образование очень маленькое, но и это не помеха. Принесите словарь, другие источники, где разъясняются слова Иерей, то есть священник. И если ваша собеседница искренне верит в Бога, то она проявит очень быстро беспокойство на уровне подсознания. Спросите, есть ли у нее кто-нибудь так называемые наставники, с которыми они вместе могли бы побеседовать. В большинстве случаев у них наставниками женщины, точно такие же невежественные и темные. Разговор будет не из легких, но и награда предлежит немалое. Если Бог сподобит встретиться с их руководителем, постарайтесь вызвать у него доверие, что вы никуда их не зовете, а просто хотите разобраться в их книгах и показать, что через свои книги они могут найти много полезного. Запомните, для вас центральным словом будет слово Иерей. Докажите, убедите их, что это слово означает священник. Перелистывая эту богослужебную книгу, постарайтесь не пропустить ни одного указания Иерей глаголит. Спросите, кто у них произносит эти слова, которые должен говорить Иерей. Если такого нет, а такого у них никогда не было, то узнайте, кто может произносить эти слова, чтобы не быть ответственным за восхищение того, что им не принадлежит. Три слова. Покажите им, что есть такие же, как они, и где служат Богу по этим же самым вашим хорошим книгам, и что у них есть Иерей. И кратко расскажите им историю Белокреницкой или Дрели православной иерархии, Новозыпковской. Постарайтесь даже за свой счет свозить их на богослужение к этим людям. Теперь все зависит от Бога и от мудрости Иерея. В дальнейшем, если она примет священство, ее довершат, то есть миропомажут. Но, как правило, старообрядческие священники приложат максимум усилий, чтобы вы с ней никогда больше не встречались, даже если она ваша родственница. У всех старообрядцев самая главная и единственная проповедь заключается в следующих словах. Переходите к нам, неленностно посещайте храм. Первой частью предложения они ограничивают все благосвестование миру и иноверцам. Второй частью закрепляют уже приобретенные навсегда. Священники и архиереи старообрядцев, не миссионеры, не благовестники, и удержать около себя свою паству могут только методом отрицания, как поступают все тоталитарные секты. Метод один и тот же. Спасения нет нигде, кроме нас. Поэтому именно вас, сумевших убедить прийти в вашу знакомую беспоповку к ним, он священник считает главным врагом заранее, что вы ее сможете снова переубедить уйти куда-то. Куда он и сам не знает, главное, что душа эта может уйти от него. Пережить вам это будет нелегко, поэтому еще до прихода к священникам постарайтесь разжить в ней любовь ко Христу и к Библии. И если она там среди них начнет благовестовать прямо по Евангелию о Христе, ее начнут бойкотировать, изолировать и, наконец, треском выгонят. Священник пожертвует одной, чтобы сохранить остальных, которых она не успела заразить Евангелием. То есть я даю прямо конкретно, как поступать, старообядцам это. То есть у меня опыт, очень большой опыт. Я говорю это так подробно, с абсолютным знанием этого дела, потому что я сам прошел этот путь, но не уступил никому своей свободы во Христе. 1 Коринфянам 7.23 Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеком. Они подгоняют, а кто епископ, а кто у вас епископ? То есть ему надо куда-то подогнать. Кто епископ? Епископ, который есть, здесь нет. Ему надо обязательно, чтобы здесь он сегодня был. Галатам 1.10 У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. 1 Коринфянам 2.2 Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. Если вы сами находитесь в истине, то это ваше знакомое навсегда сделается вашим лучшим другом. Эти люди умеют ценить дружбу и быть благодарными. Они хорошие работники, трудолюбивые и бывают ревностными. Но в своей среде они всегда гонимы до гробовой доски, как Долгов Андрей Федотович в Новосибирске. Устинова Александр Иванович Минусинский, как епископ Михаил Канадский Семенов. Вот так, о чем здесь речь идет? Что, о старобряцах? Ну, старобряцах это название, пиши. Старобряцах, это папка старобряцах, старобряцах, не полностью даже, старобряцах, без поповцы. Не забывай, о чем мы каждый раз считаем. Дальше. Мы снова новый вопрос сейчас открывать будем. Вот так. Ctrl-S, теперь Ctrl-V, вставляем и увеличиваем. 20-го и сразу считать начинаем. Вопрос 1441, пятый том открытым оком. Немного раз приходилось встречаться со старобряцами, и они никогда не говорят о своих недостатках, а только о других. Вы же, напротив, всегда подчеркиваете, что важнее видеть все упущения именно у себя, там, где ты находишься, чтобы их можно было устранить. Вот, и люди подмечают, я в пяти университетах вел занятия, по радио поступают записки и говорят, вот это необходимо, это конструктивная программа, у себя исправить. Не обращался ли кто из них к вам, чтобы им помочь увидеть свое упущение, чтобы они могли в свете Библии посмотреть на себя? Видите, какие серьезные вопросы. Ответ. Ни один ко мне с такой просьбой не обращался, и думаю, это невозможное дело с их стороны. У них главная проповедь, и всегда одна во веки веком. Веком, на конце, я так и говорю, как они говорят. Переходите к нам, только у нас спасение. Нигде больше нет спасения, а только у нас. Переходите к нам, переходите к нам. Вы, ты или тих, переходи к нам, вот это кратко у них проповедь, у староверов. Другой проповеди нету. Если бы они обратились ко мне с такой просьбой, то я бы составил к ним несколько вопросов. Основных. Не все, но чуточку хотя бы задеть светом особо темные закоулки их упования. Старобрядцы чрезвычайно любят нападать на православных, которых они называют не иначе, как Никоньяне. Доказывай им, что только у старобрядцев вся истина сохранилась, неповрежденные. Нужно помнить, слушая это, что у старобрядцев на 330 лет не было облегчительного глаза. А если таковой в их среде появлялся, он уничтожался, то есть извергался из их среды. Доводился до умопомешательства. Их среда не породила за 330 лет, после отпадения от полноты церковной, ни одного человека, подобного монаху Авелю, Иоанну Кронштадтскому. Ну, никого нету. И ни одного благовестника не было. Ни одного миссионера не было. Ну, ничего не понятно-то. Вот 12 вопросов старобрядцам. Не разрешив которые, они не имеют права нападать на православных или звать их к себе. Честный человек не может звать на худшее. Первое. Кто дал право старобрядцам нарушать первое апостольское правило? Епископа допоставляют два или три епископа. Это правило было нарушено при самом образовании старобрядчества, белокринейской иерархии церкви. 29 октября 1846 года. Был принят, присоединен митрополитом Вросии от греческой церкви. 6 января 1847 года. Он единолично хератонисал во епископа Майносского Кирилла Киприана. И далее не единожды, уже вовсе без нужды. Единолично рукополагается и ныне, как епископ канадский Махеил Семенов. Это первое апостольское правило. Вот я задаю вопрос. Правило есть. Зачем нарушают? Притом это очень важное правило при самом образовании. Я не говорю, что они действительно, но ответ какой они дадут? Второе. Почему с таким упорством нарушают правила 14 и 15 6 Вселенского Собора? Рукополагают в дьяконы и в апресвитеры ранее уреченного возраста, в попы до 30 лет, смотри 100 главы 25, 80, 89, и постоянно нарушают сотни других правил Собора Вселенских, Поместных и Святых Отцов. Торговля в храме, женщины в алтаре, крестят без катехизации, неподготовленными, венчают безбожников, и при том при нескольких живых женах. Официальное многоженство, по подобии старообрядца Иоанна Васильевича Грозного IV, четыре жены, только венчанных с ним, не запрещают в служении священников пьяниц, не отлучают мирян запойцев, просят все без эпитемии... Простят, или что они простят? Простят. Все без эпитемии настоящей, многолетнего отлучения. Главное у них только бы известно было, что с неканьянами не молился. Неканьянами не молился. То есть официально, в официальную церковь, чтобы заходить нельзя, ни в коем разе. Почему разрешают ложь во спасение, мотивируя это Псалом 32.17, в славянском переводе, ложь конь во спасение. То есть они понимают, что ложь, как конь, на него можно сесть, ехать и во спасение приедешь. А там написано, ненадежен конь для спасения, то есть лживый конь-то. Допуская страшные клеветы на истинно святых божиих, канонизированных после раскола 1665 года. Говоря, например, что Иоанна Кронштадтского отлучили несколько раз от церкви. А Серафим Саровский умер от дыма, когда его... От его папиросы? От его папиросы загорелось у него в келье. И другие нелепицы, безбожные и гнусные. Ты то ли не видишь, сядь поближе, чтобы не ошибаться так часто. Они... Четвертое. Они говорят, мы дольше молимся. В таком случае святости больше должно быть. И люди добрее, и дела выше, и плоды сладостнее. Но так ли? Пятое. Зазирая синодальный перевод Библии 1876 года с написанием имени Спасителя с двумя буквами И и Иисус, сами за 330 лет не сделали перевода ни Библии, ни жития святых, ни правил соборов, ни творений святых отцов, где могли бы имя Христа писать с одной И. Иисус. Иерусалим, Еремия, Ерихон. Все годы обвиняли православных. Они, где исказили в свою пользу все книги переводами. С двумя И нельзя читать, но сами с одной И не издали. Народ остался при ложь, конь во спасение. Шестой пункт, в который я задаю им вопрос. Почему за 330 лет из своей среды Россия, Австрия, Румыния, Австралия, Канада и другие страны не родили ни одного пророческого... Не родили, не родили. Не родили ни одного пророческого гласа, ни одного обличительного звука. Если же подобное зарождается, то оно непременно изничтожалось. Оторжение и трагическая гибель, как епископа Михаила. Смотрите старообрядческий календарь за 66-й год. Отец Павел Морозов, Устином, Александр Иванович, Долгов, Андрей Феодотович и другие. Без обличительного же гласа, без самокритика, все в застое, затхлое болото. Устаробрядцев немыслимо, чтобы их митрополит Олимпий сказал о стольких недостатках своей паствы, о иерархии церкви, сколько сказал на епархиальном собрании Патриарх Алексий II. Речь Патриарха говорит о возможности оживотворения московской патриархии. 7. Где пребывала Церковь Христовая 180 лет, с 1666 до 1846 год? Если по мнению старообрядцев, вся иерархия во всем мире в это время до принятия митрополитом в Россию отступила от истины и была безблагодатна. Может ли вся Вселенская Церковь вдобствовать быть без трехчинной иерархии, епископ Пресвитер Диакон, к ряду 180 лет? Матфе 28, 20. Сея с вами во все дни до скончания века. Это вопросы, которые я задаю старообрядцам на руководство. Восьмое. В чем отличие догмата от обряда? Сколько догматов в Церкви? Имеет ли Церковь власть изменять обряд, молитвы, литургии, догматы? Девятое. Почему старообрядцы белокринейской иерархии не занимаются нигде во всем мире миссионерством? Нет у них радиостанций, ни своих телеканалов, киностудий. Почему все в такой окостенелости? Закоченелое невидение проблем современных у себя. Лежало оно до нас тысячи лет, лежи и далее их лозунг. Десятое. Почему у старообрядцев нет ни желания, ни согласия соединиться с древнеправославными новозыбковскими христианами? То есть одинаковые книги, одинаково с одной буквы пишут, все одинаковое. Явный дух разделения, осуждения. При любой встрече, беседе, вот уже 330 лет, все в разговорах упирается в Никона, в Алексея Михайловича, в печати антихриста. Вот так, когда пескоп пишет, но нашли этих Глыковых, встреча была, и сказали, что война была. Война была? А да где с немцами? С ерманцем. Петру проклятие. Это он с немцами якшался. Это первое, что он выдал. Одиннадцатое. В своей литературе и в разговорах читают ли старообрядцы все христиан в мире, все в таки фальной православной церкви еретическими, из какого момента? Есть ли ересь, то как сохранилась благодать священству митрополитам в России? Двенадцатое. То есть они должны сказать, греческая церковь, они говорят, в ереси, а от них они приняли. В какое время в ереси он был? Еретики его руку полагали. Ну дальше надо договаривать. Двенадцатое. Кто угнал старообрядцев, церковь или государство? Были ли у синодальной церкви в России инквизиторские суды, конгрегации, подобные католическим? Как они расценивают призывы протопопа Авакума расправляться с новобрядческими попами? Кавычки открыты. Замани попа к себе, чтобы тот обрушился в яму, заранее приготовленную, с кольями заостренными кверху. Кавычки закрыты. Просил власти себе у царя Алексея Михайловича для расправы с никоньянами. Дай мне власть, я их всех перепластаю. Перепластаю, то есть, ну, изрежу. Случилось бы Авакуму победителям, были бы гонения на новобрядцев. Были бы. Были бы. Репрессии, подобные как при Иване Грозном старообрядцы. Это старообрядец. Заплатив власть Софья, сестра Петра Первого, не случилось бы еще что худшее. Старообрядец Емельян Пугачев раскрыл свой талант в виселицах. Гнев старообрядцев непрерывно врывается в борьбе за указку уставщиков в разделениях, только без поповских, только в России толков в 48. Сейчас больше 50. Совершенно не могут терпеть друг друга. Трезвые и пьяные драки, избиение жен, священников и даже избиение епископа своими клерошанными ревнителями. Случай в городе Новосибирске с епископом Силуяном Силеным. Позорнейшая страница. Беседы только о страхе Божьем. О наказании совершенно неизвестен Бог любви и примирения. Смотри старообрядческая мысль за 914 год в статье Зенина, Муравлевского и епископа Михаила и других. Христос, кавычки открыты, есть путь, истина и жизнь. Евангелие Теана 14.16. У одних, как у сектантов, есть жизнь, но нет истины. У старообрядцев есть истина, но нет настоящей духовной жизни. В истинном же православии есть и истина, и жизнь. Потому и рождаются подобные Игнатию Брянчанинову, Иоанну Кронштадтскому, Феофану Затворнику, Оптинским старцам. Оптинским. Оптинским старцам. Такие апостолы, как Иннокентий Вениаминов, просветитель северных народов, Николай Японский-Касаткин, Герман Аляхскинский, Иоанн Шанхайский, Максимович, Иоанн Тобольский. Все эти святые, по мнению старообрядцев, есть погибшие еретики. Ответив без раздражения, без обиды на эти вопросы, старообрядцы вполне могли бы заняться собой. И силен Бог, оживотворяющий мертвых. Тогда эта истинная церковь Христа явила бы пример чистоты, разума, страха и любви. По совести, зная все эти беды в своей церкви и ничего не делает, 330 лет для исправления этого положения, старообрядцы должны бы заботиться в слезах, в пепле и в прахе о своей участи и молчать во веки веком. Ну вот так, о чем? Зная там, безблагодатность, грусть, что-то... Ну давай снова тогда вернемся назад. Сейчас мы... Ты молодой, запоминай. Ну? Узнал, да? Это узнал, а как сказать? Ну, вырази. Выражай, пиши, старообрядцы. Нет благовестия. Точка осуждения. То есть у них это норма. Без осуждения у них вообще не бывает встреч за бесед. Виноваты ни каньяне. Вот они уже ни каньяне. Так это что у меня? Это знамого печатать надо? Пиши. Старообрядцы. Осуждение. Благовестия нету. Я нажал вон там крестик. Неправильно. Все. Виноват. Игнатий Тихонович, можно вопрос задать? Вопрос задают вам. А кто? Андрей. Ну? Скажите, вот это, что старообрядец говорил, что... Как вы сказали, икшался с Петром, то есть проклятие, что на нем... Это, ну, насчет немцев. Это что там? Есть этому основания какие-то? Да это говорит Песков. Песков. Который про природу писал в Комсомольской правде. И когда эти, они сколько там, 30 лет в тайге, и вот Агапия Лыкова-то про нее все пишет, это его дочь. И когда сказал им, он сразу же первое славу выдал Петру проклятие, Петр первый, который был. Это он с немцами икшался, но это правильно. Ну, война-то эта, Гитлер-то из-за этого пришел-то. И они никак не верят. Он говорит, беседует о Никоне, как будто Никон живет за стенкой. Ну, Никон-то 300 лет прошло-то, ну, можно успокоиться-то уже. Никак. Это моя среда, где я жил. И они никак по-другому разговор вести не могут. При всем желании, не могут. Если это отнять у них... Ну, о Никоне-то все, еще кончилось, ничего и нету. Выпивки эти постоянные. Священник стоит, я могу назвать, не Новосибирский. Ну, пасту провожает его. Он пьяный. С трапа упал, прям под лестницу. Ну, что это, нормально, что это, как, ну, трап, который в самолете-то. Но это наш, это наш. Свой. Ну, тут-то можно уже понять, что как и женщины, и все гуляют. Пьют. Без брашки ни шагу, никуда. Дальше. Вопрос 2397, 10-й том, открытый блок. Там я не оставляю, чтобы можно было зайти. Есть ли какие-то подвижки у патриархии, чтобы осознать величайший грех в вине раскола, возникновении старобрячества? Это мне вопрос задают. Зарубежный сенот принес покаяние, а эти еще не дозрели до нужной кондиции. Ответ. Вот отрывки по этому вопросу из доклада митрополита Кирилла Гундяева. А кавычки открыты. В еще большей мере, чем в случае с зарубежной церковью, проблема старобрячества не является исключительно церковной. У нее есть иные аспекты. Социальный, политический и культурный. Видите, сколько наворочено слов, и ни одного евангельского слова нету. Проблема и аспекты все дальше. Церковный раскол нанес жесточайший удар по национальному самосознанию. Видите как, ни Евангелие, ни Библия, ни спасение национальное самосознание, ни одного слова нет. Он мирской человек-то. Ломка традиционных церковно-бытовых устоев и духовно-нравственных ценностей разделила некогда единый народ не только в церковном отношении, но и в социальном. Почему можно увидеть, что это верующий говорит-то? Народному телу, которое когда тогда вполне совпадало с телом церковным, была нанесена рана, губительные последствия, которые живут в столетиях. Ну ты не скажи, что это мы сделали, мы сделали, мы виноваты. Никон виноват. А вы последователи его канонизирует. Сергей Строгородский с мирской власти слепился. Дальше. Разделение российского общества, вызванное церковным расколом, стало предвестием дальнейших разломов, приведших к революционной катастрофе. Дальнейших разломов. Почему не сказать, что Библия не лежала ни у Никона, ни у Аввакуума на столе? Святую Библию ни тот, ни другой не знал. Разделение, длящиеся веками, становится привычным. Но даже если старая рана в какой-то момент почти перестает тревожить, она продолжает обессиливать организм, доколе не исцелена. Нельзя признать о собрании русской церкви завершенным, пока мы не объединимся во взаимном прощении и братском общении во Христе с исканной ветвью русского православия. Какие они-то в чем должны просить прощения? Главное, что пагоды буддистские открыты были, еврейские, там все эти синагоги, мечети, все в России царской были открыты. А старобрядцев гнали, гонялись за их священниками, как за кроликами. Душили и закрывали храмы. Никого так не преследовали, как старобрядцев. А старобрядчество это то, что принял князь Владимир. В этом-то патриарх ни слова не сказал-то. Опять же, лукавит. Духовное значение такого события даже трудно и описать. Оно далеко выходит за пределы того, что называют церковной политикой. Видишь, сколько слова-то. Он говорит, что совершенно мирской человек. Как будто бы политработник стоит где-то. Можно назвать такие надежды мечтательными. Ведь путь сближения русской православной церкви со старобрядцами исключительно труден. Он не только не предвещает быстрых успехов, но и не обещает быть безболезненным. Между нами лежит тяжкий исторический груз жестоких преследований старобрячества. Между нами память о пролитой крови, невинной и напрасной. Он не говорит, что это вы их преследовали, ваши предшественники. Вы проливали кровь. Люди сжигали себя, только ваши руки нет. Но он не говорит. А говорит так отвлеченно и непонятно, кто инопланетяне, гнали их или кто. Кроме того, достижение желанной цели, конечно же, невозможно и без взаимного движения навстречу. Некоторым думается сегодня, что признаков готовности к диалогу не достает как раз со стороны представителей старобрячества, что ожидавшегося отклика еще не получили все призывы и шаги навстречу нашим отделенным братьям, предпринятые русской православной церковью в течение XX века. Имеется в виду, прежде всего, снятие клятв на дониконовские обряды, подготовленные трудами члена Поместного Собора с 17-18 годов и предшествовавших предсоборных органов, а также митрополита Сергия, будущего святейшего патриарха и временного патриаршего синода 1929 года и в окончательной форме торжественно провозглашенной Поместным Собором Русской Православной Церкви в 1971 году. Клятвы сняли. Однако, наше ли дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, в Деянии 1.7, и нам ли указывать другим? Теперь очередь за вами? От нас зависит другое. Честно и последовательно пройти нашу часть пути к богозаповеданному церковному единству. Вспомним, что еще недавно многим казалось как будто непреодолимым то средостение, которое отделяло зарубежную церковь от нас. И вот настал час воли Божией, ощутилось тихое веяние духа, и путь к сближению оказался открытым. Убежден, что у нас есть реальные основания для надежды и на коренное изменение взаимоотношений со старообрядцами. Да ничего не будет, только задушить. Здесь как? Только признать акт в каноническом общении. То есть, чтобы зарубежная церковь признала патриархию, что у нее благодатные таинства, а мы их признаем. Но на этом не остановились. Поглотить. И все. Дали указание оттуда прикрыть все приходы. Остались только два наших прихода. И теперь они с всех сторон клепают, что хотят. Ну, мирские люди-то, сергианство, Сергий Строгородский-то, попы, коммунисты, сотрудники КГБ, еще с них спрашивают-то. Он не понимает, даже шага сделать не может, без того, чтобы не солгать. Во-первых, и это самое главное, происшедший в 18 веке раскол, по милости Божией, не привел к появлению иной модели цивилизации, как это произошло, например, в результате великого раскола Востока и Запада. Мы, старобрядцы, разделяем одну и ту же веру не только в догматическом, но и в жизненном выражении. У нас одна система ценностей. Одна. Поэтому в практическом свидетельстве и служении обществу старобрядцы являются нашими естественными соработниками. Противостояние натиску и нивелирующего секуляризма. Посмотрите, какие-то слова. Это бабка его какая-то поймет. Нивелирующий секуляризм. Ну пойми, что? Кто на ком стоит? Ну это обмерщение, которое становится все более агрессивным в непринятии культа потребления и житейского успеха любой ценой, в отвержении гуманистической религии человека-божества. Старобрядцы наши ближайшие союзники. Но они еще поймут старобрядцы, что он хотел сказать. Они понимают, что мутит, дым в глаза напускает, а обмануть хочется. И если уж нам нередко удается объединяться в защите фундаментальных духовных ценностей с частью представителей западного христианства и даже иных религий, то коль мепачи это возможно и необходимо в совместном делании с нашими ближайшими братьями. Нам действительно сам Бог велел вместе отстаивать наши общие ценности при решении задач в области духовного воспитания, в развитии церковно-государственных отношений. Это все Бог им повелел, стекулеризм, это слова, и он Бог это понимает как? Академия своя. В сфере благотворительной, культурной, образовательной деятельности, включая, например, преподавание основ православной культуры в школе. Да о Христе свидетельство, никакой православной культуры нету, это обман. Во-вторых, у нас со старобрядцами одно и равно любимое большебуквое Отечество. Нам одинаково дорогие наследия и идеалы Святой Руси. Никогда не было Святой Руси, это все обман. Из истории хорошо известно, что враждебные российскому государству силы неоднократно пытались привлечь на свою сторону старобрядцев, спекулируя на их непростом, а подчас и опасном положении в обществе. Но несмотря на все притеснения и гонения, От нас, он должен сказать, он не добавляет это слово. Старобрядцы в подавляющем большинстве с достоинством и верностью оставались патриотами своей страны. В-третьих, именно теперь, впервые за долгое время сложились наиболее благоприятные условия для доброжелательного и доверительного диалога. Ну ладно, считайте сами, тут я не буду даже... Я тормозить буду. И что говорит? Преследуй старобрядцев и стесняй их религиозную свободу. Вот о себе нам и помню, что было там. И дальше. Небывалой в российских условиях свободы. Вот я буду продергать, а вы сами считайте здесь. Это большое все. Как сняли взгляд вы. Ну просто считаешь, и думаешь, что ли верующий или не верующий. Столько лукавства в этом. Затормозите вас здесь и сами прочитайте. Это патриарх говорит. Ну тогда он был митрополитом еще. Газета «Вещерний Барнаул» тут говорит о прибытии Андриана Четвергова. Епархия в Германии появилась, Америка там где-то. То же, что он говорит. Первозданная вера Христова. Какая первозданная? Одна князя Владимира, 900 лет в Грецию пришло. Первозданная так Евангелию дальше считаем. Так, пораскиньте умом из живых кто-то есть, Кто на Бога надежду свою возлагал, Чтобы он не донес до могилы свой крест, Чтоб ему помешали масоны, кагал. Не постыдно закончить турне по земле И без паники к финишной выйти прямой, Перед ямой разверстаю небом ледь, Смятым новым террором и старой тюрьмой. Изучайте историю, книги читайте, Расспросите седых, переживших страдания, Без куска не остались и ныне в достатке, Кто от голода умер из-за них подаяния. Верить в Бога всегда хорошо, Страхом Божьим обуздывать страсти, И стирать вожделение свои в порошок, А неверье, как знаем, не красит. Если даже внезапно взорву самолет, На котором с женой и детьми Наша жизнь с Иеговой не на самотек, Мне не надо словами петлять и темнить. В узел Божий завязаны даже секунды, Что отпущены мне до зачатия утроби. Полк ислама из смертниц, Военная хунта, Даже пальцем не тронет ехидное отродье. Бог всесильной рукою развеет все беды, Хорошо доверяться Ему и молиться. Это, это лишь в этом спасенного кредо, Так на общей картине напишется кистью. В непогоде шальной и в худую годину, Еще ближе прильнуя к библейским обетам. Как бы ни было горько любимых покинуть, И о песнях жалеть, они мной не допеты. Боль, страдания уйдут, перейдет все в награды, Так до царских палат и дойдет паучок. Будет вечная радость избегнувших ада, С неба нашим страданьем ведется учет. О чем? Не знаю, что там, может, о покаянии или что-то там. Нет, об объединении. Старобрящество. Кирилл, об объединении. Все, теперь я смотрю, новый вопрос. Это мы из одного тома берем все. Нет, из одного, из разных. Вот оно какое. Копирую, переношу, Разворачиваем, вставляем, Увеличиваем. Пожалуйста. Это можно было раньше сделать, но как пока не знал. Вопрос 2402. Отдельно стоит том открытым оком. Как вы полагаете, Может ли что-нибудь измениться в старобрячестве С приходом нового предстоятеля? Или оно так и останется в самоизоляции? Ответ. Прочтите выдержки из доклада их митрополита Адриана На их освященном соборе, Состоявшемся 19-22 октября 2004 года по новому стилю. Я не верю ему нисколько, Как и Гундяеву Кириллу, Что что-то в старобрячестве может измениться. Иначе оно перестанет существовать, Как Советский Союз. Чуть-чуть только попытался Подмарафетить эту структуру Горбачев Михаил. Придать социализму человеческий вид, Как англомерат и развалился. Думая, что Адриан умолкнет Или его заставит замолчать. То есть проходит немного времени, Он внезапно умер. Никто не знает почему. Староверчество вообще не терпит критики. Совершенно непробиваемо, Как Политбюро партии. Но мысли Андриан говорят хорошие, Хотя ему ничего не исполнить. Пока Библия и проповеди о Христе, Пока личное обращение, Рождение свыше каждого, А не по традиции хождение И мертвое стояние в храмах, Не встанут на первейшее место. И сам он обращен или человек? Судя по некоторым фразам его, Можно понять, То он просто умный, И более передовой, Из плеяды духовно невозрожденных. У него рядом Симеон Дурасов, Сказавший великую правду им, И за него не заступился. Значит, мрак сгустел, И его никому уже не рассеять. Исайя 8, 22. И взглянут вверх, И посмотрят на землю, И вот горе и мрак, Густая тьма, И будут повержены во тьму, Но не всегда будет мрак там, Где теперь он сгустел. Кавычка открыта главная цель, Которую я ставил для себя, На личном опыте познакомиться, С реальным положением, Русско-православной, Старообрядческой церкви, Оценить ее духовное состояние, И дееспособность. Без этого невозможно, Определить направление, Первоочередных действий, И пути решения неотложных задач, По укреплению и развитию, Полноценной жизни, Отдельных общин, И церкви в целом. После эпохи гонений, Которая продолжалась, Почти 350 лет, Русско-православная, Старообрядческая церковь, На рубеже 21 века, Оказалась ослабленной, И численно, И духовно. Особенно тяжело, Сказались десятилетия, Коммунистического диктата. До большевистского переворота, Несмотря на лютые гонения, Господь, Говоря словами Писания, Ежедневно прилагал, Спасаемых церкви, Деяние 247. Церковь продолжала вести Миссионерскую деятельность, Миссионерскую. А в труднодоступных местах И на окраинах империи Возникали и успешно развивались Духовные центры. Старая вера, Несмотря на все тщане уничтожить ее, Укреплялась. В советское время Ситуация в корне изменилась. Десятилетие Главной задачей церкви Стало просто физическое выживание. Но прошли отпущенные годом Сроки тяжелых, тяжких испытаний. И на наших глазах Жизнь в России переменилась. Обретение религиозной свободы Позволило многим конфессиям Широко развернуть Миссионерскую деятельность. Достаточно сказать для сравнения, Что численность Прихода Московской Патриархии Со времени начала перестройки Выросла более чем в 10 раз. Весьма активизировались И заезжие сектанты, Которые тысячами вербовали В нашем Отечестве своих сторонников. А в это время Старобрядческая церковь Вынуждена была преодолевать Тяжелые последствия Вековых репрессий. В наше время Говорить о таком расцвете Старобрядчества, Который наблюдался В начале прошлого века, К сожалению, не приходится. Ну и дальше. С 905 по 12 годы В России было освящено Около тысячи храмов. А к концу века, Когда церковь вновь стала свободной, За аналогичный период Численность наших приходов Увеличилась всего лишь на десятки. Нас трудно найти. Наши храмы часто располагаются На окраинах городов, Труднодоступных местах, За воротами, В которые трудно достучаться. Складывается впечатление, Будто старобрядчество Кто-то умышленно спрятал под спуд. Это исторически объяснимо. Но нельзя не заметить, Что это прямо противоречит Словам Спасителя. Никто же у босветильников Жег покрывает его сосудом Или под одр подлагает, Но на свечник возлагает, Да входящий видит свет. Лука 8, 16. Этому есть объективные причины. Ну и дальше. Какие причины считать будете? Потому что много здесь. Это он говорит. Андрианова слова. Приходская жизнь в регионах Чаще всего ограничится Совершением уставного богослужения. Забота о ремонте. Ну и дальше, что он говорит? Просто прочитайте. После окончания богослужения Православные христиане Расходятся по домам, А на дверь храма Навешивается замок До следующей службы. В целях объективности Рассмотрение наших очевидных недостатков Уместно, наверное, начать с проблем духовенства. Ну и дальше говорит. Какое? Что? Прочитайте-то. О привлечении новых верующих, Как о постоянном и важном церковном деле, В подобных условиях речь не идет. Это он говорит. Теперь рассветитель у них. Вот тормозните и почитайте. Апостольское служение. У них мы зашли, Да, на дверях висит объявление. Если кто приходит не каньяне, Вторые персты не молиться здесь. То есть, пришел тут уже на крысе, Три перста не складывай, Только двумя. Вот посчитайте, какое он говорит. Это мне ниоткуда-то здесь не добавлено, Ничего. Вы сейчас сказать, найдите, Адрианова послания нету, У нас оно есть. Как легко все найти. Проблема, слово говорит. Слово «проблема» надо выбросить из лексикона. Ослабление, самоизоляция, вырождение. Он абсолютно правильно это говорит. Тормозните и прочитайте, Кому это интересно. Видите, какой огромный материал здесь есть. Ну и вот так. Вопрос. Вопрос 2403. Столько сейчас разных книжек О втором пришествии Христа И о событиях. Какие этому будут предшествовать? Ну как вы знаете, Какие из них верно толкуют эту тему? Ответ. Для этого нужно иметь навык минимум. В первую очередь, Смотреть на издание книги. Православная она или нет? В православной литературе, Особенно противосектантской, Есть написанное по заказу государственного строя. Есть и фальшивые, Насквозь ответы. Но что касается... Насквозь. Насквозь. Но что касается второго пришествия Христа, То тут все пишут верно. Здесь накоплен огромный опыт по Писанию И по святым отцам Церкви Вселенской. Все заключается в прище Христа о жатве И в учении о последнем дне. Матфея 13.30. Оставьте расти вместе То и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, Соберите прежде плевелы И свяжите их снопы, Чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою. Иоанна 12.48. Отвергающий меня И не принимающий слов моих Имеет судью себе. Слово, которое я говорил, Оно будет судить его последний день. Иоанна 6.40. Иоанна 6.40. Тема о пришествии Христа Самая уязвимая для еретиков. Они выдумывают три и более пришествий Христа. Пишут книги с великолепно лживыми схемами, С цветными иллюстрациями, Как придет с неба на землю, За ними Христос. И в каждой книжке их на эту тему Подробнейшее разъясняется, Где и что будет в Израиле. И дают полную историю этого народа. И много говорят о страданиях Холокоста Этого дивно славного народа. И нигде нет ни строчки О кровожадности этой нации. И гибели других наций От этой нации. От этого теневого народа. Уси 4.2. Клятва и обман. Убийство и воровство. И прелюбодейство крайне распространилось. И кровопролитие следует за кровопролитием. Это говорит пророк про этот народ. Деяние 7.52. Несмотря на что, его надо благословлять. Кого из пророков не гнали отцы ваши, А не убили предвозвестивших пришествие праведника, Которого предателями и убийцами Сделались ныне вы, Вы, которые приняли закон При служении ангелов, И не сохранили. Слушаясь и они рвались сердцами своими, И скрижетали на него зубами. Это вот самые евреи. Матфея 23.32. Дополняйте же меру отцов ваших. 1 Фессалоникийца 2.16. Которые препятствуют нам говорить язычникам, Чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Это от Бога приговор. Ни слова о том, кто же сотворил революцию в России, Кто уничтожил царское семейство. Ни их фамилии, ни их нацию не укажут. На их нацию не укажут. Вот очередная такая иудео-сектантская книжица. Что будет с этим миром? Иохим Лангхаммер. Длинный молоток. Толкование Божьего плана спасения. Напечатано уже 300 тысяч экземпляров. Германия. Гумерсбах. 93-95 годы. 156 страниц. Только приложение дается указание 185 мест, Где было плохо евреям, кто их гнал, сколько из них погибло. Проверить эти данные нет никакой возможности. И нет следа на неуказанную литературу. Откуда эти данные? Е. С точностью до одного человека, начиная с фараона и выхода евреев из Египта. И видно, что автор старался, говорит и о Христе, И желает обращения иудеев к истинному мессии. Но все выгибает в ложную сторону. Болезнь ливизны прорастает в острые рога ереси И мало закамуфлированного заказчика из-под стен Иерусалима. И столько схем начертано. И ни одной нет правильной. Везде сквозит и вопит незнание Библии и насилие над текстами писания. Православная схема проста, как это и есть по Библии. Все в мире так и будет до пришествия Христова. На земле так и будут и святая пшеница и грешные плевелы. До самого последнего дня так и будут расти вместе. Но за три с половиной года до пришествия Христа и Страшного Суда будет над миром царствовать еврей-антихрист. А затем придет конец. В гробах праведные и грешные будут до последнего дня мировой истории. Никаких первых или вторых воскресений не будет. А первым воскресением названо духовное обращение каждой души. Воскресение злых дел. Ефесяне 5.14. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и отсвети тебе Христос. Отмолотить снопы, свергнуть гумно, как твердый ватман для иных проекций. Не посчитай, что мало нам дано. С нас просится, ведь мы его невеста. С нас просится, как шли на перепутье, братались с самарянами, с ослами, пренебрегая кровь, наплакая на полонкине судей, в агарках тлели или в жаркий пламень. Любой к стоящим праздно до сих пор, до сумерек 11-го часа, мы им несли и заступ, и топор, наперекор церковному начальству. С них спросу нет, у них один ответ. Над всеми промысл, и он их обратит. Мы били к кувшины, являя миру свет, с набедренным мечом и молот бил в гранит. Без зависти посеянное всходит, не угробниц православленных влады, им Библия трубит с утра сегодня. О, как же спросится за пренебрегших стыд! С вас просится за блеклые колосси, за поле, полоненное осотом. Глаза Еговы не роднит нас вовсе, кому из батюшек на проповедь охота. Рев рыкающих из чужеземцев рать, провозгласивших секты тоже церковь. Труд каторжный ягненка отобрать, доколе свет в сознании не померкнет. Не страшно ли нас бросили вожди, застывшие под ризами тугими? Без них напажите последние дожди, без них спасенные как могут, пишут гимны. Неужто так не спросится пристрого заброшенных овец, поля чужими сжаты? Вам нравится калекой быть уродом, святую Библию в пыли держать за шкафом? Так, о чём? Опа, подожди-ка, тут надо сказать, что закрыть. Старое обрядчество изменится ли? Всё, Игнать Ильич? Всё, всё на этом сегодня. Итак, кто с нами был, до свидания, уходим, готовимся к храму. Спасибо.